ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Поэтому мы, в принципе, как ни парадоксально, легче всего, но это мои, так сказать, я всегда и в эфире, и везде говорю, что вот есть какие-то направления каких-то любимчиков, я вот фанат начальной школы, и начальная школа лучше всех справилась с этой системой дистанционного обучения, то есть они быстрее освоили, они массово посещали. Вот у нас же чем младше ребенок, тем быстрее, тем больше он склонен к гаджетам и ко всему. И более ответственен. Вот с 1 по 4 класс это просто дали великолепный результат по формату именно дистанционного обучения. Справились и учителя, я очень ими горжусь. Учителям-предметникам сложнее, и старший класс не может родителю следить. Ребенок смотрит химию, не смотрит, изучает, нет. Но сейчас вот уже, что мне нравится в этой теме, мы вынесли из всего дистанционного обучения переход на электронные журналы. Электронный журнал, это на самом деле, не поленюсь сказать слово круто, потому что в этом журнале, опять же, каждодневно родитель может визуализировать и видеть все. То есть как ребенок в течение дня посещал занятия, как он обучался, то есть он может в своем приложении все увидеть, увидеть, какие были задачи поставлены учителем, какие были выполнены, какие нет. И также любая контролирующая структура в лице заместителя директора может видеть, как работает учитель. То есть в любом случае все будущее за электронными журналами мы практически отошли от бумажных, бумажные остались только в сфере дополнительного образования. То есть, конечно, дистанционное обучение есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что мы все-таки движемся вперед, это не значит, что ребенок не должен социализироваться. Но, тем не менее, вот изучение новых технологий в образовании тоже как-то образовывает и учителей, и родителей, и детей. Вот о электронных журналах вы сказали, мне кажется, в какой-то степени они и облегчили работу самим учителям. Да, безусловно. Они облегчили работу учителям. И вот такой вот есть момент, даже если учитель на момент передумал и поставил сначала 3, а потом решил, что все-таки это 4, даже это заметно. То есть никаким образом юлить и каким-то образом изображать, что это ученик знает на 4 либо на 3, невозможно. Все заметно в электронном носителе. То есть, кроме всего прочего, организовывает и координирует и контролирует работу учителя. Оно и облегчило, но, поверьте мне, к сожалению, бумаг и документа оборота учителя очень много. Я вообще, чем больше работаю в школе, вот уже четвертый год, тем больше понимаю какой-то колоссальнейший труд, и туда идут только по призванию. Но очень горжусь, что в нашей школе очень много молодых учителей, именно мужчин. Вот, и я очень рада, что выпускники КФУ, КИПУ приходят, молодые ребята. У меня целая социально-гуманитарная дисциплина МО, в которой 12 человек молодых мужчин. Это историки, это общественные беды и так дальше. Вот мне нравится этот подход, потому что они на плаву, они в хорошем смысле в тренде у детей, и они эмоциональны, активны, у них новое видение. Мне вот нравится контингент учителей на сегодняшний день очень, что у нас баланс. Есть молодые и зрелые. Многие преподаватели, молодые мужчины, это хорошо, потому что они не уйдут в декрет. Это очень важно. Это очень важно. По телеканалу знаю, по телеканалу знаю. Вы настолько правы, вы слабое место и одновременно не слабая нашей школы. Мы как-то по Симферополе больше всего учителей, уходящих в декрет, это в 44-й школе. Это, конечно, и здорово. Ну это же хорошо. Да, но для детей и для нас это проблематично, потому что движение кадров начинается. Конечно. И в моем смысле новых учителей поиск. Но, тем не менее, результат показывается замечательный, с каждым разом, как говорится, лучше и лучше. Совершенно верно. Совершенно верно. И опять-таки, несмотря на то, что 2020 год выдался таким сложным, ряд ограничений, запрет на проведение различных мероприятий, конкурсов, но все-таки в дистанционном режиме активная работа проводилась. Это и конкурсы, это различные флешмобы, мероприятия. Какие наиболее значимые, какие наиболее важные мероприятия вы можете выделить, подводя итоги всего года? Ну, мероприятий было много, флешмобы, мы в этом тоже себя превзошли с точки зрения дистанционного, поздравляя друг друга с определенными, так сказать, праздниками, с определенными событиями. Ну, то, что касается побед в конкурсах, ну, дистанционных конкурсов не так много было, собственно говоря. Но мы, опять же, победили в конкурсе ученик 21 века в номинации крымско-татарский язык прежде всего. Вот в номинации дополнительное образование у нас тоже ряд достижений. Я считаю, что мы молодцы именно в системе дополнительного образования. Мы создали и отправили на конкурс педагогических мастерских именно полиэтнический культурный центр, который объединил в себе мастеров прикладного искусства, мастеров музыки. У нас сейчас работает просто соцветие всех этих преподавателей, чему мы очень рады. И вот, собственно, я надеюсь, что и в системе дополнительного образования, и по технологии мы получили призовые места. Но мне бы очень хотелось, чтобы детки, конечно, наши побеждали и в точных науках. Но пока по точным наукам у нас идут не победители, а призеры. Вот победители, это, конечно, хорошо, но это, наверное, нам нужно еще немножко поднажать. И опять же, я надеюсь, что наша начальная школа, которая является нашими первыми ласточками, которые четыре года назад пришли в нашу школу, через определенный период покажут себя больше. Ну, Алла Берсен, мы желаем вам только успехов. Подводя итоги этого года, мы надеемся, что этими победами, да, вы не ограничитесь. И уже в новом году будут новые победы. И, конечно же, мы снова будем ждать вас у нас в студии и будем говорить об этих победах. Чок Сауна, Скильяна, Назачин. Иншалла, сізеда чок Саууынс, келедик байрам янгенлыс хайрлысын, всех сенступайшим новым годом, благопоручия и крепком здоровье всем. Чок Саууынс, хайрлакулер. Девамы темыз, румеетлі, достлар, яйнымыз соңына яхынлаша, ама да, мерахлы бір кысымларымыз бар, бирабелекте сейры темыз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова